МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске о таких темах. Чубаров предупредил Ильясова и Шеремета, спецслужбы РФ готовят операцию по их устранению. Российский адвокат Политузника столкнулся с дополнительной проверкой украинскими пограничниками. Переводчика ему не предоставили. Сколько тысяч варягов нужно Крыму, чтобы обеспечить оккупационные власти чиновниками? Версия Аксенова и Константинова. Спецслужбы России готовятся к физическому устранению нескольких крымских приспешников оккупационной власти. Глава Межлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявляет, ему стала известна информация из Крыма об этом. И в числе намеченных жертв указаны Римзи Ильясов и Михаил Шеремет. По информации Чубарова, в случае с Римзи Ильясовым, в качестве причины указывается необходимость открыть дорогу более ретивому и более циничному молодому коллаборанту из числа крымских татар. В случае же с Михаилом Шереметом, пишет Чубаров в сети Facebook, решаются две задачи. Цитирую. «Ликвидируется ключевой участник, соисполнитель и очевидец всех преступлений, совершенных спецподразделениями РФ во взаимодействии с крымской самообороной в первой неделе оккупации России и Крыма. Здесь и убийство Ришата Аметова». Убирается один из наиболее осведомленных и преданных Аксенову подельников. Подготовка и реализация указанных планов, как утверждается в поступившей к нам информации, будет обставлена в лучших традициях КГБ ФСБ, когда все следы спецоперации должны привести к совершенно непричастным людям, но известным своим неприятиям оккупации Крыма. Бонусом спецоперации явится вплетение в оккупационную мифологию двух жертвенных имен – крымского татарина и русского, якобы павших от рук наймитов хунты. Конец цитаты. Чубаров счел необходимым придать эту информацию гласности. Он заявляет, что понимает, эта публикация вызовет противоречивые оценки. Но указанные лица предпримут меры личной безопасности и, соответственно, будет сорван план по осуществлению масштабной провокации в Крыму, в которую могут быть брошены десятки ни в чем непричастных людей. Ужесточение правил пересечения гражданами России и украинской границы создает проблемы доступа в страну российских адвокатов-защитников-политузников. С такой ситуацией столкнулся адвокат Александр Попков, защитник крымчанина Геннадия Афанасьева. Напомним, Афанасьев осужден в России по делу о так называемых крымских террористах, более известном как «дело Олега Сенцова». На этой неделе адвокат участвовал в переговорах с украинскими властями о возможности экстрадиции Афанасьева на родину, но столкнулся с проблемами на железнодорожном пункте пропуска Конотоп. Меня сняли с поезда, единственного, как самого вызывающего, большие подозрения. Несмотря на то, что я представился, что я адвокат, я показал удостоверение адвоката, я рассказал, кого защищаю, но пограничники украинские с трудом понимали. Они вообще не знали, кто такой Афанасьев, и с трудом понимали, кто такой Сенцов. Поэтому это было очень удивительно. Александр Попков, единственный из всех российских граждан в поезде, вызвал у украинских пограничников дополнительные вопросы, которые они выясняли в течение двух часов. В это время в Киеве были запланированы встречи в профильных государственных ведомствах. Готовилась пресс-конференция с участием адвоката по делу Геннадия Афанасьева. Ее из-за проблем на границе пришлось проводить позже запланированного. Требовали у меня какое-то подтверждение от журналистов, от тех, кто меня пригласил. Зачем я сюда еду, с какой целью? Ну, настолько я подозрительная личность. Пытались меня заставить подписать там какое-то объяснение. И сказали, что если я не подпишу 80%, что я поеду обратно в Москву. Я сказал, что я не могу подписывать документы, которые составлены на украинском. Попросил переводчика. Естественно, никакого переводчика не было. Ну, достаточно все, конечно, корректно, обходительно. Чайком меня напоили, телевизор дали посмотреть. Попасть в Украину Александру Попкову удалось лишь спустя два часа, когда завершились процедуры дополнительного контроля. Но далее адвокату пришлось добираться до Киева уже своим ходом. В Госпогранслужбе Украины и службе новостей «Волна» пояснили. Считают, эти меры были необходимы в связи с тем, что адвокат впервые пересекал границу с Украиной. Напомним, с марта 2015 года Украина расторгла соглашение о малом пограничном движении с Россией, которое предусматривало специальные упрощенные условия для прохождения пограничного контроля. Такое решение принято в связи с продолжающимися вооруженными столкновениями на юго-востоке Украины. Он подписался, причем он был пропущен на территории Украины. Олег Слободян также заверил, что представители Госпогранслужбы намерены содействовать в пересечении украинской границы иностранным адвокатам и правозащитникам, которые защищают украинских граждан. Однако о визите Александра Попкова им известно не было. По своей стороне Госпогранслужба только будет содействовать людям, которые защищают права наших граждан на территории России в том числе. А о том, что данный граждан является адвокатами, защищая права наших граждан на территории России, предварительной информации у нас не было. Правозащитники отмечают важность соблюдения украинскими должностными лицами прав иностранных граждан, которые работают в интересах украинских политзаключенных. Чтобы не создавать им дополнительных проблем, в и без того сложных межгосударственных процессах предлагается разработать список граждан России, которым содействие в их работе необходимо в первую очередь. Желающих работать в оккупационной власти Крыма по-прежнему не хватает. Так, Сергей Аксенов на заседании экспертно-консультационного совета заявил, что проблема кадрового дефицита для полуострова – одна из самых актуальных. Об этом по итогам встречи Аксенов написал на своей странице в сети Facebook. Необходимо наметить и сформулировать пути создания в республике кадрового резерва и новой государственной политики в области госуправления. В оккупационном правительстве гостям из Москвы жаловались работать якобы тяжело из-за того, что крымчанам негде набираться опыта, как работать в условиях российских стандартов. Мы рассчитываем, с моей точки зрения, на наших московских коллег, которые вошли в состав совета, чтобы у нас появились площадки для подготовки, переподготовки, для обучения кадров и на федеральном уровне. Чтобы мы не только здесь у себя в Крыму могли сосредоточиться, но и могли обмениваться опытом, могли отправлять наших студентов и молодых сотрудников, и не просто не только молодых сотрудников, но и в другие регионы могли перенимать там этот опыт. Самый правосглашенный глава Крыма ранее еще и отмечал, желающих идти работать во властные структуры нет и из-за требований по квалификации, и из-за низких зарплат. Чиновники получают от 12 до 20 тысяч рублей, и это еще госслужащие, которые работают уже по 10-15 лет. Сегодня у нас 500 вакансий в республиканских органах власти, 1600 в муниципалитетах, но идти работать на эти места мало кто хочет. Желающих нет идти работать в органы власти, из кого брать, я не знаю. А с учетом закона несовершенного с точки зрения квалифицированных требований, мы должны брать орденоносцев, которые по пять лет успешно отработали. Где их взять? Говорит о нехватке специалистов и так называемый глава Госсовета Владимир Константинов. Он считает, что Крыму нужно 10 тысяч специалистов из регионов России для реализации различных проектов. А прошенные крымчане не так, чтобы очень радовались возможным варягам. Ну, правительство наше нормально работает, а чиновники мне очень помогают. Это очень плохо, но наш Аксенов борется с ним, и мы надеемся на удачу, что он их победит все-таки, всех чиновников, и будет у нас все хорошо. Есть какие-то недочеты, но это работа. Нормально все, у нас всегда все хорошо. Я же старый человек, что там не было. Я всем довольная. Ну, что, может быть, они лучше знают все, чем наши. Еще помогут, что-то посоветуют. Да, я не знаю, может, наших найдем получше. Это серьезный вопрос, потому что сюда тоже вряд ли кто так приедет быстро. Более-менее нормально. А едут так, кто-то там накрутит. И Аксенов, и Константинов на дефицит кадров жаловались не раз. Но при этом тот же Аксенов, по данным российских СМИ, против того, чтобы Кремль присылал в Крым своих людей в качестве членов правительства. По их данным, самопровозглашенная глава Крыма предлагала российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку подумать об отмене поручения правительства РФ о назначении на полуостров московских чиновников и ограничиться лишь замами в 3-4 министерства.